Известный дагестанский блогер Хизри Запиров задержан в Москве. В декабре прошлого года Запиров и его пиар-директор Лусик Карапетян были объявлены в федеральный розыск за мошенничество. По данным следствия, они возглавляли группу людей, делавших ставки на спорт. Участники сообщества передавали им деньги, надеясь заработать. В Буйнакском районе женщина-педагог заподозрена в хищении выплаты по госпрограмме «Земский учитель». Она проработала в одной из местных сельских школ с 2013 по 2018 год. А в 2019 году она подала заявку на получение выплаты по госпрограмме «Земский учитель», предоставив трудовую книжку с поддельными сведениями. Через некоторое время ей была начислена выплата в 1 миллион рублей, которые она потратила на свои нужды. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Сотрудниками госавтоинспекции Дагестана в Дербенте обнаружена автомашина, находящаяся в розыске по линии «Интерпол». Автомашину «Хендай Солярис», принадлежащую 53-летнему жителю Дербентского района, подали в розыск полицейские Челябинска. Сотрудники МВД региона сейчас проверяют все обстоятельства произошедшего. Прокуратура направила иски с требованием обязать администрации пяти сельсоветов Ногайского района ликвидировать несанкционированные свалки. Иск в отношении администрации сельсовета Карагаски уже удовлетворен. Суд обязал в течение трех месяцев ликвидировать свалку площадью полтора гектара на земельном участке сельскохозяйственного назначения. Аналогичные нарушения прокуратура района выявила в отношении еще четырех администраций сельских поселений, по которым также направлены иски.